Шалом и добро пожаловать на Вахафта, Исраэль. Это еврейская фраза, означающая «возлюби Израиль». Надеемся, что вы останетесь с нами следующие 30 минут, в то время как наш учитель, доктор Барух, делится своим разъяснительным учением из Библии. Доктор Барух — старший лектор в институте Зера Аврахам, расположенном в Израиле. Хотя все курсы преподаются в институте на иврите, доктор Барух с удовольствием поделится этим еженедельным обращением на английском, Чтобы узнать больше о нашей работе в Израиле, пожалуйста, посетите наш сайт loveisrael.org. Набирается как одно слово loveisrael.org. А сейчас доктор Барух с сегодняшним уроком. Вы идете по правильному пути? Дело в том, что по природе мы склонны к легким путям. И когда мы предоставлены себе, и у нас есть возможность принять решение, мы обычно выбираем то, что по нашему мнению, легко, то, что не будет проблематичным, не будет трудным. Но это неверный взгляд на вещи. Нам, как ученикам Мессии Иешуа, надо видеть, что когда мы облекаемся в веру, Слово Божье, Писание открывает нам истину. И знаете, что тогда? Мы становимся врагами миру. Тогда, будучи последователями Мессии, мы обнаружим, что будем ненавидимы, мы будем гонимы, и мир не будет одобрять нас, мы не будем нравиться ему. Но он будет против нас, нам необходимо знать это, для того, чтобы молиться эффективно, чтобы не удивляться тому, с чем мы сталкиваемся, чтобы искать крепость, выносливость и силу от Святого Духа, для того, чтобы нам иметь хождение, то есть образ жизни, угодный Богу. И когда вы будете ходить в послушании Богу, вы столкнетесь с противостоянием. Возьмите свою Библию и посмотрите вместе со мной Евангелие от Матфея, седьмую главу. Евангелие от Матфея, седьмая глава. Опять-таки, мы продолжаем изучать известную Нагорную проповедь, которую Мессия дал своим ученикам, для того, чтобы они вели себя похвальным образом. И это должно быть и нашей с вами целью. Во-первых, и прежде всего, я хочу жить жизнью, хвалящей Бога, которая угодна Ему и исполняет Его цели. И вот ключевой момент. В этом цель того, что Он спас меня. Он пошел на крест, пролил свою кровь, умер мучительной смертью для того, чтобы мы были новым творением. И не только. Да, это чудесно. Когда мы умрем, мы пойдем в Царство Небесное. Да, Мессия умер из-за этого. Это обетование. Чудесное обетование, основополагающее истина нашей веры. Но поймите, что есть не только результат в будущем, но и в настоящем. Постоянный повседневный результат того, что вы последователь Мессии. И это жить так, что это исполняет Его цели. Итак, заметьте, что здесь сказано. Евангелие от Матфея, 7 глава. И мы продолжим с места, на котором остановились на прошлой неделе. Посмотрите, пожалуйста. 13 стих. Здесь даны инструкции, и они являются императивами, то есть заповедями, повелениями, они обязательны к исполнению. Он говорит, входите тесными вратами. Принимая решение, мы обнаружим, одно из того, что он говорит, врата узкие, что немногие люди будут думать так. Это не популярно, это не то, с чем согласится большинство людей. Так что Мессия говорит, входите тесными вратами. Почему? Потому что широки врата, и следующие слова, и пространен путь, ведущий в... И следующее слово – погибель. Поймите следующее. Когда мы читаем Писание, то видим тенденцию. Мне нравится слово дихотомия. А дихотомия – это разделение между двумя вещами, и часто эти вещи весьма разные. В Писании мы имеем свет и тьму, добро и зло, правильное и неправильное, противоположные полюса. Мессия говорит, есть два пути переживания жизни, и ваша жизнь испытает разрушение, погибель. Некоторые из вас, послушайте, потому что это факт. Многие из вас живут, принимая губительные решения, губительные не только в этом мире, в этой жизни, но также они приведут к вечной погибели, и вы будете существовать вечно сожалея. Понимаете, для некоторых из наших зрителей это чудесная возможность сделать изменение, вечное изменение, которое преобразит все у вас. И не только сегодня, но и завтра, через 10 лет, сколько бы ни было, пока у вас есть дыхание, ваша жизнь будет преображаться. И когда закончится земная жизнь, то что? То же самое, вы будете переживать вечное преображение. Но есть, и мы это увидим, есть путь, ведущий в погибель, а есть путь, который ведет к жизни с избытком, к вечной жизни. Итак, мы читаем еще раз. «Ходите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий, влекущий в погибель». И вот что сказано дальше. «И многие, многие идут, входят ими, большинство людей, подавляющее большинство людей, изберут неверный путь, они войдут не теми вратами». 14 стих. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь». И он говорит, «И немногие находят их, и позвольте мне поделиться с вами, никогда не будет так, что вы просто наткнетесь на них, это будет только в результате откровения от Бога». Позвольте сказать снова, «Те, кто находят правильный путь, узкие врата, надлежащий путь, но трудный, они находят его только через истину Божью, а подавляющее большинство людей по всему миру, не найдут верный путь, они на пути, на дороге, ведущие в погибель». Помню, когда я учился в школе, была очень популярна песня под названием «Дорога в ад». И тот, кто пел эту песню, говорил, «Я на пути в ад». Популярная песня, люди повторяли эти слова, но вы задумайтесь над этим, каково это провозглашать, «Я на пути в погибель», к вечному разрушению, к вечной погибели, к вечному наказанию, и было популярно говорить такое. Что же это показывает? Это подтверждает, насколько люди обмануты. Они на неверном пути, на пути в погибель, и они еще и поют об этом. Почему? Потому что они не верят в Бога истины, в Бога суда. Вспомните, о чем мы говорили несколько недель назад. «Мы не призваны осуждать других. Мы не те, кто осуществляет наказание. Нет, все это зарезервировано за Богом. А Бог есть Бог истины, Бог праведности, Бог благословения, но поскольку Он Бог всего этого, Он также и Бог, который принесет проклятие, принесет суд, принесет осуждение. Вот почему так важно для нас с вами воспринимать пропаганду серьезно. Я называю ее сатанинской пропагандой. Такое мы видим в мире. И позвольте мне поделиться с вами более и более, особенно политически, более и более то, что политически корректно, то, чему массы людей говорят «да», оно в точности против воли Бога. Сатанинская пропаганда получает все больше распространения и становится нормой тем, что принимает общество. А это будет иметь трагический результат. И этот трагический результат будет длиться всю вечность. Итак, посмотрите еще раз. Мессия говорит, что большинство людей избирают неверный путь. Они входят через неправильные врата, ведущие в погибель. Потому что тесны узкие врата. Понимаете, нередко люди говорят мне, «Вы узко мыслите, но я воспринимаю это как комплимент, потому что мы и должны мыслить узко». Мир говорит, «Вы должны мыслить широко, быть открытыми для всего». Нет. Когда вы открыты для всего, тогда приходит враг и занимает плацдарм вашей жизни. И вот трагическая правда. Обычно люди очень закрыты для духовной истины, но очень открыты для сатанинской лжи. А такого не должно быть. Вот почему Мессия так ясно предупреждает нас. Тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь. «И немногие находят их». Пятнадцатый стих. В этом стихе главная тема лжепророки. И я хочу снова сказать, когда мы имеем дело с сатанинской пропагандой, когда имеем дело с ложью, с искажением истины, «в сердце этого лежит ложное пророчество». И по мере того, как мы приближаемся к последним временам, а это так и есть, я хочу сказать это еще раз, по мере того, как мы приближаемся к последним временам, а это так и есть, будет происходить умножение лжепророчества. А ложное пророчество выглядит мощным. Помните это? Ложное пророчество выглядит мощным. Оно придет с чудесами и знамениями. Как я могу быть уверенным в этом? Прочитайте книгу «Откровение». Мы знаем, что в книге «Откровение» говорится, что вместе с Антихристом действует и лжепророк. И там сказано, что он совершит много знамений. Он сделает всевозможные виды сверхъестественного. И отчасти эти вещи будут выглядеть правильными. Может его слова будут казаться довольно-таки хорошими. Но в конце, его ждет окончательная погибель. И что он по словам Писания получит? Писание говорит, что звери Антихрист и лжепророк, они будут брошены в озеро огненное, горящие серую навеки, навсегда. И что они хотят? Они хотят и вас увлечь туда. Вот почему это предупреждение Мессии столь серьезно. 15 стих. Он говорит, «Берегитесь». Это слово наблюдения, внимательности. Он буквально говорит, «Оберегайте себя от лжепророков, которые приходят...» Читаем дальше. «Которые приходят к вам...» «Как?» «Они кажутся такими приятными, невинными, такими безвредными, потому что, как здесь сказано, приходят к вам в овечьей одежде. По большей части, когда люди видят овечку, они не боятся. Когда они видят злую на вид собаку, или какое-то еще животное, они могут оправданно опасаться. Но обычно овечек люди не боятся. Овечки и ягнята выглядят невинными, милыми, безвредными. И что мы видим? Эти лжепророки приходят, как овцы, по внешнему виду, но в противоположность всей наружности. Они внутри волки, я бы сказал, пожирающие. Тут сказано «хищные». И это слово для обозначения тех, кто несет погибель. Они несущие гибель, пожирающие волки. 16 стих. «По плодам их узнаете их». Очень важно. «По плодам их». Когда во что-то вовлечен Бог, это имеет, и не упустите, это имеет вечные последствия. И зачастую бывают так называемые движения Святого Духа. И вы видите, что они приходят с таким восторгом, они приходят с чудесами и знамениями. И я не против чудес и знамений, но нам надо серьезно воспринимать сказанное здесь. Чудеса и знамения, да, они бывают, но будьте осторожны, будьте настороже. Что тут сказано? 16 стих. «По плодам их, узнаете их». Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так что они производят что-то, но какой результат? И есть то, на что нам действительно надо обратить внимание, и это слово наставления. Когда действует Святой Дух, когда происходит чудо или знамение, проявление Святого Духа, это окажет наставляющее влияние на человека. Это не будет нечто сверхъестественное ради сверхъестественного. Это произведет добрый блог. Скоро мы увидим, что Мессия говорит о дереве, и что он говорит. Снова посмотрите 16 стих. «По плодам их, узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы?» 17 стих. «Как всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые». Это не трудно понять. И что такое плод? Что ж плод связан с добрыми делами? И вот ключевой момент. «Как мне узнать, доброе это дело или нет?» Какой ответ? Заповеди Божьи. Доброе дело это действие в послушании заповедям Бога. Опять-таки, я говорю это часто, потому что я получаю столько писем от людей, или они слышат, или то, что хотят слышать, или слышат, то, что вкладывает в их ум враг. Я часто говорю, «Человек спасается благодатью». Это дар от Бога. Спасение не отдел, чтобы никто не хвалился. Но вот ключевой момент. Будучи спасенными Божьей благодатью, а как мы получаем доступ к Божьей благодати? Верой. Мы понимаем Его истину, чтобы откликнуться надлежащим образом. Когда мы сделали это, какой должен быть результат, я принял спасение по вере, и это должно повлиять на мою жизнь и изменить ее. И у меня теперь будет жизнь, приносящая добрый плод. Это значит, что я буду брать Божью истину, Его откровения, Его заповеди, и применять их к своей жизни. Почему? Потому что я люблю Бога и хочу слушаться Его. Это не обязанность, а новое состояние. Тот, кто любит меня, будет мне послушен. И чему мы будем послушны? Божьему откровению, под руководством, под водительством Святого Духа. Его силой мы будем послушны Богу. И вот почему Мессия говорит, Дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. 18 стих Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. 19 стих «Всякое дерево, не приносящее плода доброго, всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь». Что Мессия говорит здесь? Мы спасаемся верой, но есть у нас вера. Или нет, будет видно по нашему поведению. Наше поведение не является инструментом, причиной нашего спасения, однако наше поведение подтвердит, даст свидетельство, точное свидетельство, поистине ли человек принял этот дар, известный как Евангельское послание, единственное послание спасения. Так что тут нет никакой двусмысленности. Слово Божье говорит очень и очень ясно. «Если человек принял Яшуа, приобщился к Христу, тогда его жизнь будет отражать и приносить добрый плод». А критерий тому заповеди Божьи, они определяют, а если дерево не доброе, то что тогда? Мессия говорит, что такое дерево срубают и бросают в огонь, в огонь суда. Это не трудно понять. 20 стих. «И так по плодам их», он снова говорит, «Узнаете их». 21 стих. Этот стих очень хорошо известен, но часто его понимают неверно. И очень важно, чтобы следующее несколько стихов мы поняли правильно. Заметьте, что здесь сказано. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего, Небесного». Есть и другое место Писания, какова воля Бога для погибающего, погибающего в своих грехах. Его воля и действие в том, чтобы этот человек уверовал в посланного Богом, то есть в Мессию Ешуа. Его мир называют Иисусом Христом, Иисусом из Назарета. Такому человеку надо уверовать в Него. Ешуа есть обеспечение, Он есть Искупитель, Он есть Спаситель. Так что нам необходимо принять Его. И вот библейская истина, когда кто-то говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное». Какой должен быть наш ответ? Ответ такой. Вы правы. Только те, кто принял дар спасения верой по благодати Бога. Вот они, а не просто те, кто говорит, «Господи, Господи, войдут в Царство». Туда войдут только те, кто вошел в Новый Завет верой через Евангельское послание. Но заметьте, что Мессия говорит здесь, в 22 стихе. Многие скажут мне в тот день, в какой это в тот день, выражение «тот день» относится к Судному Дню. Это день, когда Бог, кто? Сын Божий, Мессия, будет судить. И это тот самый Иешуа, кто говорит и учит. Он говорит, «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И вот проблема. Это место Писания говорит вовсе не о потере спасения. Речь о людях, которые никогда не имели, и мы это сейчас докажем, они никогда не имели спасения. Почему? Они не поняли Евангелие. Евангелие не о том, что мне делать, чтобы заработать спасение. Это не Евангелие. Это было бы нарушением всего замысла, концепции, определения этого термина благодать. Это нарушение истины, о том, что спасение принимается как дар. Того дара, который Мессия приобрел для нас. Он заработал, а мы принимаем этот дар. Так что происходит следующее. Как я сказал, когда кто-то говорит мне, «Не всякий войдет в Царство Небесное, только из-за того, что он произнес слова «Господи, Господи!» «Кровью Мессии». И только тот, кто сделал это, может быть уверен в своей вечной безопасности, вечной уверенности в том, что он будет в Царстве Божьем, что он войдет туда и пребудет там. Но что делают эти люди? Услышав такое, они тут же начинают говорить о своих деяниях, о своих делах, о том, что сделали они. Да, говорят они, «Не во имя ли Твое мы делали это?» Но вот ключевой момент. Не для тебя ли мы это делали? Не для тебя ли? Вот что мы для тебя сделали. Но это не Евангелие. Евангелие — это то, что Бог сделал для меня, что Он сделал для вас. Такие люди полностью извращают Евангелие. Вместо того, чтобы быть сосредоточенными на Христе, они сосредоточены на своих делах, а не на вседостаточности Христа. И когда мы неверно воспринимаем, неверно понимаем это основное послание, заметьте, что говорит Мессия. Мы готовы прочесть 23 стих. Он говорит, «И тогда объявлю им, тем людям, которые говорили о том, что они сделали, хотя они говорят, мы это делали именем Твоим. Обратите внимание на то, что говорит Он. И тогда объявлю им, что никогда, ни в какое время не было такого. Нам надо иметь ясное понимание о точности Писания. Нам необходимо верить тому, что говорит Слово Божье, а не тому, что по нашему мнению имеет смысл, не тому, что сделали бы мы, будь мы Богом. Думать так глупо. Мессия говорит, и тогда объявлю им, «Я никогда, ни в какое время не было такого, когда», как буквально переводится это слово с греческого, «не было такого, когда бы я знал вас». Он говорит, «Я никогда не знал вас». И далее он говорит, «Отойдите от меня». Кто? «И не упустите это слово». Те, кто делают такие дела. И если вы посмотрите «Аномия», что это за слово? Слово «номос» — «закон», а перед ним префикс «а». Получается слово «беззаконие», то есть эти люди против закона. И вот ключевой момент, «Когда я принимаю благодать Божью», как говорит Павел, как пережил он и другие, о которых сказано в книге Деяния. Они обращаются к Павлу в Иерусалиме и говорят ему, «Какое множество!» Это значит десятки и десятки тысяч. И эти люди были евреями. Вы слышите это? Вот сколько евреев приняли Евангелие, и каждый из них был ревнителем чего? Закона. Дело вот в чем. Закон учит нас, как любить. Вы это знали? Закон учит нас, как любить. И потому они были ревностными в том, чтобы демонстрировать любовь друг к другу. А те другие люди, что они? Что ж, они сосредоточены на себе. А если мы сосредоточены на себе, мы не будем любить других, мы будем любить себя. И вот почему Мессия говорит таким, «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Что ж, время закончилось. До встречи на следующей неделе, и мы продолжим. Пусть Бог обильно благословит вас. Надеемся, что вы получили пользу от сегодняшнего послания, и что вы поделитесь им с другими. Пожалуйста, запланируйте присоединяться к нам каждую неделю в это время и на этом канале, чтобы посмотреть нашу трансляцию loveisrael.org. Чтобы узнать о нас больше, зайдите на наш сайт loveisrael.org. Там вы найдете статьи и многие другие лекции Баруха. Эти лекции в форме видео. Вы можете загрузить их или смотреть в потоковом видео. До встречи на следующей неделе. Да благословит вас Господь в нашем мессии, Иисусе, в вашем хождении с Ним. Шалом из Израиля.